Детские мультфильмы. Что вообще про них можно сказать такого, что не говорили другие? Среди них нередко встречается годнота, но в то же время многие из них созданы с наплевательским отношением как к детям, так и к родителям. И зачастую они отопляют младшее поколение. Почему-то в данной индустрии многие не считают детей за что-то разумное и не понимают, что им нужно. Обычно они создают примитивную жвачку и минутное развлечение, прогоняя одно и то же раз за разом. В СНГ пространстве из хорошего я могу назвать только смешариков, хотя тут я знаю не слишком много и могу что-то упускать. Но из того, что я видел, картина складывается не самая благоприятная. На западе же есть Блуи, который я посмотрел в прошлом году, и он мне невероятно понравился. Неиронично, один из лучших мультов, что выходили за последние лет 10. В плане детских мультфильмов лучше ничего нет. И он заслуженно обрел популярность по всему миру, пускай некоторые австралийские вещи сложно перевести или объяснить. Вы вообще пробовали рассказать ребёнку, что в Австралии всё вверх ногами? Если что, обычно вы видите изменённую версию Блуи. Вот оригинал. Ужасное место. Вот из-за популярности и локальных особенностей данного мульта, разные страны решили создать свои версии. Скорее всего из-за желания разделить популярность оригинального мульта, переняв стилистику. И, возможно, в лучшем случае, сюжет. Либо взяв основные тропы и больше ничего не выдав. Так мы получили американского Блуи. Чипчила. Он от консервативной партии и для консервативного канала, который призывает забирать детей из школ и воспитывать их на дому. И всё это под попечительством Бена Шапира. Звучит невероятно безумно, но это реальность. Жаль, мультфильм оказался не таким безумным. Скажу честно, я не выдержал и даже не смог досмотреть дальше третьей серии. Оно было слишком скучным, пресным и идиотским. Стилистика из Блуи была видна издалека. Сюжет максимально детский, но в то же время бессмысленный и скучный. Настолько, что даже детям будет неинтересно. Кто вообще-то думался сделать серию про Моби Дика в детском мульте? Ощущение, будто они пытались сделать ту самую память с детского и взрослого контента. Но в конечном итоге сглаживали абсолютно все углы, из-за чего всё, включая юмор, вышло максимально скучным и пресным. Оно старалось быть тем, чем не являлось, и проваливалось во всём. При этом, будучи вторичным по отношению к самому себе. И вот так я думал про все копии Блуи ещё очень долгое время. Видите ли, оригинальный мультфильм был настолько хорошим, что его было невероятно сложно повторить. Будучи детским, он в то же время не был рассчитан исключительно на детскую аудиторию. Нет. Его делали для всех. Поэтому его можно было спокойно смотреть, включить ребёнку, чтобы тот посмеялся со смешных бегающих собак, пока люди постарше наслаждались без шуток достаточно проработанными эпизодами, затрагивающими очень жизненные темы. В России это можно сравнить со смешариками, только объективно лучше, в несколько раз. Конечно же, Блуи не обошёл стороной СНГ-регион. И вот из всех возможных мест, своя версия под названием Куншиктор появилась в стране сверхлюдей, Казахстане. Открыв для меня огромную крутищую нору в мир казахской анимации. Куншиктор создала казахская студия Тазгин. Или Тазген, я не знаю. Ориентирующаяся на создание локального казахского контента и продвижение местной культуры в массы. На удивление, кроме этого, они умудрились выпустить один проект по качеству примерно такой же. Без Тай-Тай. Надеюсь, правильно произнёс. До него руки ещё не дошли, но из того, что я увидел, достаточно годно. Ну и тизеры других разных проектов, вроде казахского Нуара, чем-то похожего на Майора Грома, или Алдар. Что-то про казахский фольк, но я в казахской мифологии и историях совершенно не разбираюсь. Но сейчас мы будем говорить о другом. Куншиктор, вот так неожиданность, мультфильм про собак. Опять. Есть две сестры. Опять. Но тут у них уже есть брат. И это лучше, чем просто вставить копирку семьи из Блуи. Сестры это у нас Аска и Рэй. Ну, а брат, к сожалению, не Синзи. Он просто Тима. Простите, они слишком похожи. Ладно. Настоящие имена сестёр это Лала и Сулу. Так, постойте, кто это спонсировал? Freedom Holding Corp? Ааа, что-то знакомое. Ага. Это инвесторы из США в Средней Азии. Официально, Куншиктор проплачен газдепом для уничтожения Казахстана. Шучу. Это просто забавное наблюдение. А знаете, что не шутка? Сегодняшний спонсор. Лучший витубер всего СНГ. И тут в ролик врываюсь я. Всем привет, ребята. Меня зовут Коки. И да, я в тубер. Мой образ это ушастый Има Ёжик. Хочу рассказать вам о своём твич-канале, где я играю в различные игры, будь то хоррор или шутер, да даже обычная настольная игра. Помимо этого, я занимаюсь по кадровой анимацией, рингингом и рисую. Мы всегда найдём о чём поговорить, потому что я достаточно разговорчивая, могу завести свою тему и даже порой подушнить. Так что жду тебя у себя на стримах. Удачи! Что касается мультсериала, сходу можно похвалить визуал. Он выполнен практически идеально. Всё невероятно милое. За визуал отвечала Финда, художница, наверное, из Казахстана. Скажу честно, но слышал про неё исключительно из-за этого проекта. До этого практически ничего не знал, но посмотрев на её арты, я понял, что она идеальный художник для меня. Кто ещё будет продвигать Шип, Элла и Миссы из тетради? Собственно, если вы посмотрите на пилот и на основной мульт, вы заметите достаточно сильные различия в визуале. И я даже не знаю, какое мне больше нравится. Я встречал людей, которые говорили, что визуал из пилота куда лучше, ибо он куда проще, и напоминают о Грицуко. Фурри сериал про офисную работницу. Ну а некоторым нравятся серии после пилота, ибо визуал там чище и намного качественней. А ещё мать главных героев там не бимба, и отец превратился в чадо с квадратным подбородком, пускай и сглаженным. Сглаженный квадратный подбородок. Но мы потеряли невероятно самодовольные лица персонажей. Они стали не такими выделяющимися, но всё ещё очень милыми. А ещё местами анимация прям проседает. Тут, к примеру, у матери верхней части тела и головы нет. Как они это пропустили, я не знаю. У Куншиктора вышло всего 12 серий, и 2 спешила. Каждая серия идёт по 5 минут, примерно столько же, сколько и у Блуи. И да, дальше я продолжу сравнивать два этих произведения, ибо параллели очевидны. А также отовсюду говорят, что это похоже на австралийских собак. Но так это или нет, пока я не скажу. В конце мы сделаем вывод, основываясь на данном сравнении. Для начала сравнив сюжет и повествование. О чём нам рассказывает Куншиктор? Или Куншиктор? О том, как дети гуляют и делают какие-то вещи. Собственно, всё. Тут нет тех же самых взрослых тем из Блуи, или рассказов о воспитании детей, или объяснения достаточно сложных вопросов простыми методами. Как в той же серии про эволюцию. Нет. Это просто истории про детей, которые чему-то учатся. И это неплохо. Несомненно, это совершенно не подходит на Блуи. Но, в отличие от примера в начале, сюжеты тут достаточно приземлённые и не стараются быть сверхумными, дабы походить на что-то, чем они не являются. Это не минус и не плюс, а просто другой подход к созданию проекта. Который пускай и не подходит для взрослых, но отлично справляется с развлечением детей. Единственная проблема, мне кажется, что они плохо раскрывают темы в пятиминутных эпизодах. В том же Блуи авторы умудряются впихнуть в пять минут намного больше контента и мыслей. Наверное, это потому, что они не так сильно ориентируются на детей, как тут. Ибо здесь ситуация сильно отличается. Бывает, конфликт серии разрешается практически моментально и появляется чувство незавершённости после просмотра. Будто они только начали разгоняться к середине, а уже скоро нужно заканчивать. Поэтому события ко второй половине серии приходится сворачивать как можно быстрее. Но, буду честен, пару раз у них вышло. Как в серии, когда они поехали к родственникам или где они ставили спектакль. Думаю, эта проблема у них возникла из-за нехватки опыта и в будущем будет исправлена. Ибо чем дальше шли эпизоды, тем меньше подобного выделялось. Для взрослых же есть очень красивый визуал и знакомство с культурой Казахстана, о которой до этого видео я буквально ничего не знал. И никогда особо не интересовался этим регионом. Если с другими национально ориентированными произведениями, к примеру, Онгезелингом, я уже знал что-то о регионе, то тут я полный ноль. И в данном случае с распространением казахской культуры мультфильм справляется на все 100%. Ибо все пропитано этой атмосферой Казахстана. Звучит, конечно, очень странно. Казахские вайбы, жумайшинбы, кумыса и много другого-другого присутствуют, короче. На удивление, как и в Блуи, тут есть более-менее сквозной сюжет. К примеру, персонаж побеждает в конкурсе по рисованию, и в следующих сериях этот рисунок появляется на фоне. Или другое. Пилот происходит на море. Первая серия происходит буквально после событий пилота. И так далее. Вещи, использующиеся в предыдущих эпизодах, часто всплывают в последующих. Да и персонажи не стоят на месте. Они, на удивление, развиваются. Подобное можно было встретить и в Блуи, и тут. Отчего я приятно удивлен. Это что-то странное для детских сериалов. Ибо, поверьте мне, дети попросту забудут, что было в предыдущей серии. Они настолько умные или внимательные. В отличие от Блуи, тут родители не играют большую роль в сериале. Да, они есть, но больше акцент тут сделан на детей. И это заметно. Везде. Даже целевая аудитория, скорее всего, это просто дети. В целом, можно сказать, что мультфильм только внешне похож на Блуи. Внутренне он достаточно самобытен. И поэтому уже не является копиркой, пусть и удачной, чего-то более популярного. Он просто имеет уже готовую основу. И при этом не старается изображать из себя нечто совершенно иное, как аналог из начала видео. Нет. Создатели отдают себе отчет, что они делают. И при этом их творения отличаются от Блуи. Но, к сожалению, из-за этого Коншиктор становится просто обычным, хотя и очень хорошим, мультфильмом для детей. А я, как сказал в прошлом видео, просто не являюсь целевой аудиторией подобного. Для детей это идеально подойдет. Тут нет ни гиперактивности, ни дегенеративных вещей в духе YouTube Kids, а также многих современных мультфильмов для детей. Он достаточно неплохой. И лучше, чем те же самые 13 карт, которые были показаны в предыдущем видео. Так что, если будете думать, что поставить смотреть ребенку, то можете смело выбирать это. И пускай я не основная аудитория, мне невероятно понравился визуал. А юмор, он... Слишком детский. Хотя местами проскакивают вещи, с которых я выпадаю. Но это чисто из-за персонажей. Гоплинская энергия Аске и аутизм Рэй идеально сочетаются. И я ожидал, что мультфильм будет пользоваться большим спросом. Как в своей локальной среде, так и за рубежом. Но, как оказалось, многим это просто неинтересно. Но все еще хуже. Ибо зачастую серии не собирают даже 40 тысяч просмотров. Только сборник всех серий справился с этим. Собрав за две недели 100. Я считаю, что это несправедливо. И мы должны поддержать перспективную инди-анимацию близкого к нам региона. Как ни крути, такую годноту выпускают нечасто. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго и до связи. Субтитры создавал DimaTorzok